Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро! Доброе утро, дорогие телезрители! 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 Даже любую вечернюю вещь, маленькое коктейльное платье можно обновить, если подстегнуться мужским грубым ремнем. То есть настолько вот даже грубая пряжка, бронзовая, потертая, или же это грубая кожа, толстая. То есть все то, что как бы, значит, вроде бы через обратное дает женственность образу. Очень модно, и долго будет это в тренде, это жилетки. Причем они совершенно разной длины, из разных тканей, разных фактур, есть и с маленькими рукавчиками, без рукавов. То есть они актуальны, да? Они актуальны. Они одеваются и под пальто, и в офисе, или в этом, значит, в каком-либо здании, в общем-то, удобно. Одеваются они с водолазками, с блузками, с различными, с рюшками, с бусами, с чем угодно. Я, правда, сегодня бы уже подобрала образ. Даже вот такого плана, да, мужского стиля, в общем-то, и с джинсой, и с костюмки, то есть как бы они достаточно очень актуальны. И если кто-то хочет, например, обрести такую жилетку у себя в гардеробе, они просто могут элементарно из старой шубы выпороть рукав, аккуратно заработать, или даже не зарабатывая, или рюшами там обработать. Любое пальто, которое тоже надоело, устарело, убрать тоже рукава, и это будет тенденцией. Ясно. А какие цветовые гаммы будут потребованы в этом сезоне? Ну, более мягкие, такие пастельные. В принципе, конечно, вся мода сейчас уходит на все то, что удобно, все, что носибельно, все, что, наверное, комфортно, скорее всего. Это и по гамме, это и по каким-то цветовым решениям, поэтому, в принципе, пока ничего кричащего, но есть какие-то яркие тона, если вы хотите, как бы, немножко разнообразить. Ну, вот мы сегодня заметили по вашей коллекции, что именно присутствуют такие вот спокойные тона пастельные. Да, в общем-то, есть вот вещи, которые и в этой тенденции. В наших коллекциях всегда есть, что предложить, и в ярких тонах. Я дизайнер тот, который люблю играть с цветами, я могу их смешивать, потому что я проходила основы классической живописи, рисунка. Знаю великолепно все тенденции колорирования, поэтому смешивать мне сложные цвета, вплоть до трех-четырех семи, мне несложно, и это будет гармонично смотреться. Поэтому для меня, в общем-то, со спокойными цветами это самое простое, а уже с яркими цветами это можно уже играть, как художник. Понятно. Вот зимой мы носим все головные уборы. Что касается вот такого предмета в нашем гардеробе, какие будут модные? Вязаные шапки, значит, труба возвращается. Может быть, эту трубу, которая раньше вот вязаная какой-то большой, типа воротника, он превращался в головной убор, когда его поднимали, разворачивали. Его также носят как шарф широкий и связанной такой достаточно длинной, значит, верхней частью, которая описает как у берета. То есть это новое, хорошо забытое старое? Да, в принципе, ну, в принципе, в общем-то, мы возвращаемся, мы художники умеем играть просто и смешивать. Ну и вместе с тем мы наблюдаем все-таки за уличной модой. То есть то, что люди смешали, сейчас уже является тенденцией. Если раньше, например, одевали костюмные пиджаки, и для нас было шоком с джинсами и с кроссовками, то сейчас это уже нормально. И напоследок, что можете посоветовать нашим казахстанским модницам? Ну, наверное, самое основное, не забывать об аксессуарах или деталях, потому что как только одевается просто вещь без никаких вообще совершенно декораций, то есть без отсрочек, без карманов, без каких-то интересных пуговиц или без рисунка, футболки, к примеру, очень просто. Нет сережек или не хватает бус, или ремня, ну, хоть что-то одно или два должно быть, потому что это создаёт образ. Это самая главная задача человека, который хочет выглядеть модно и красиво. Казахстан 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 мен әлемдегі соңғы жаңалықтар. Казахстан мен историкасы, да. Казахстан Барлық маңызды оқиғалар онлайн қол жетімді. Ең жақсы танымдық және көміл көтеретін бағдарламалар. Отандық және әлемді кино туындылар. Ойын сауық, тілдесу, өмір, хабар, әрғашам онлайн. Слонен әлемдегі. Слонен әлемдегі. Ветеринар Леан Каспи говорит, что несмотря на то, что между ними очень тесна связь, для выживания слоненка необходима и человеческая помощь. Он легко кормит свое молоко матери, но мы все равно даем ему свое обогащенное молоко в качестве дополнительного питания. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, слоны Суматрия под вид азиатского слона водятся только в Индонезии и в данный момент они находятся на грани исчезновения. Леса, в которых обитают эти слоны, о деятельности человека с каждым годом редеют. Ученые также говорят о том, что численность слонов на острове за последние 15 лет сократилась на 35%. С 4000 в 1992 году до 2500 в 2007. Пешеходный переход на улице Эбби-Роуд, Лондон, где было снято культовое фото для обложки последнего студийного альбома The Beatles, Эбби-Роуд признан культурной ценностью национального значения. От специализированного фонда английского наследия Зебра получила статус Great Two, наименьшей по значимости для памятников культуры. Great Two означает, что здание или место, наделенное таким статусом, охраняется государством, как представляющее повышенный культурный интерес. Снимок для обложки Эбби-Роуд был сделан Йеном Макмиланом во время 10-минутной утренней фотосессии на пешеходном переходе прямо перед зданием студии Эбби-Роуд, где записывалась The Beatles. Вскоре после выхода альбома Зебра стала одним из главных пунктов паломничества битломанов со всего света. Группа женщин поднимается из моря, символизируя чистоту. Далее идет картина завода и автобуса без колес, демонстрируя ужасные последствия войны в Кабуле. Новый афганский коллектив РОЖ занимается росписью стен и граффити, показывающую жизнь столицы Афганистана. Проект курирует британский художник Чу. Именно он создал эту трехметровую стену посреди индустриального парка. Целью этого проекта стала показать талант местных художников, окруженных грязными стенами, политической пропагандой и вооруженной охраной. Чу занимается граффити около 30 лет и говорит, что самое важное в этом искусстве не знать, что занимаешься искусством. Поэтому он просто пригласил людей на недельный семинар, нисколько не заботясь о том, имеют ли они талант. Моя конечная цель научить этих людей писать большие картины. Это навык, который зависит от множества телесных движений и практически не зависит от теории. Граффити вобрал в себя множество элементов других искусств, но я прошу людей просто рисовать крупнее. Художники из Бирмингема надеются так же, что афганские художники смогут посредством граффити отправлять социальное сообщение и получать отклики от других людей. Была одна реакция, которую я никогда не забуду. Это была озабоченность и тревога. Одна девочка, глядя на мою стену, невольно воскликнула. Это очень опасно, и тогда я понял, что добился своего. Впервые 22-летняя студентка Кабульского университета Амолбанин Шамси Ахасами держит в руках баллончик. Скоро на своем факультете она начнет обучение изобразительному искусству. Я нарисовала афганских женщин в бурге и показала воду. Женщины выходят из воды, как вы сами видите. Этим я хотел показать, что вода очень чистая, и женщины тоже очень чистые. 29-летний скульптор Фарид Хурами надеется своим творчеством привлечь внимание общественности к бедному состоянию транспортной системы. Я думаю, люди будут очень удивлены, увидев этот новый вид искусства. Гораздо лучше создавать огромные социальные сообщения, нежели просто заниматься искусством, рисовать маленькие картины и хранить их в галерее. Чем надеяться, что его студенты зажгут идеи граффити, и в центре Кабуа не останется больше нерасписанных стен. Субтитры создавал DimaTorzok